Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает Лоподом. И сегодня речь пойдет о романе Олега Ивика «Трещина». Это один из самых авантюрных сюжетов, один из самых интересных приключенческих романов, построенных совершенно не так, как строится обычно, но такие вот моторные, да, с такой движухой, с различными там путешествиями, приключениями, вещи, да. То есть литература вроде как неавантажная, однако захватывает она благодаря своей эмоциональной подаче. Ну и теперь подробнее об авторе. Значит, Олег Ивик – это псевдоним. Это два профессиональных литератора. Один историк-археолог, второй профессиональный путешественник. И археолог тоже. Они путешествуют и сотрудничают вместе уже очень много лет. Путешествуют в разные места, занимаются разными вещами. Это не муж и жена, это не брат и сестра, это не коллеги по научно-исследовательскому институту. И вот эта разница потенциалов, вот это вот совмещение различных темпераментов, различных вот модусов восприятия, где оно как-то очень здорово влияет на всё, что они пишут. Пишут они вместе в основном научно-популярные познавательные книги, посвящённые истории, мифологии, археологии, вот таким вот вещам. И «Трещина» – это как раз роман, написанный сольно Ольгой, но при этом, естественно, первый читатель и редактор – это её соавтор, и его вклад тоже есть в эту книгу. Роман очень интересно построен. Для начала, когда вы откроете историю Женьки Арбалета, этой главной герой, вы узнаете, что он умер. Он погиб, он альпинист, и он погиб вот, значит, в горах, как, собственно, и хотел закончить свою жизнь. Живи быстро, будь смел, умри молодым. Вот. Он об этом, собственно, в таком очень интересном диалоге с водилой, который его подвозит, значит, по пути, он автостопщик, профессиональный почти, он, значит, очень много проехал расстояний с разными целями, Женька Арбалет, и он, значит, в диалоге об этом сам рассказывает. Ну, зачем вам всё вот это вот непонятно что, да, пустые, выхолощенные ритуалы, которые уже никому не нужны, вы же неверующие. Вот эти вот оградки ржавые, вот эти бумажные цветы грязные, вот это угощение, которое исчезает в тот же вечер, потому что, ну, бомжи, естественно, вокруг кладбища тусуются, вас закопают в землю, и это абсолютно будет бессмысленно. Не лучше ли лежать в том месте, которое ты любил всем сердцем? Значит, ну вот в расщелине, в трещине очередной горы, которую ты покорял, там, где твоя душа наиболее всего радовалась жизни, и там, где ты отважно что-то достиг в этой жизни, да. Вот. Ну, в общем, не буду вам говорить, что отвечает его собеседник на эти слова, который, естественно, придерживается абсолютно традиционного взгляда на то, как надо жить и как надо закончить свой жизненный путь, значит, так скажем, упакованным, значит, создав вот этот дом, дерево, сын, там, всё такое, работа, карьера, машина, дача, вот. И он, соответственно, мягко говоря, не согласен с Арбалетом. Мы тоже не согласимся с Арбалетом, потому что книга открывается коротким предисловием, где этот самый Женька по кличке Арбалет описывает нам самих себя. Вы знаете, есть очень удачные литературные провокации, открыв этот роман, вы просто вздрогнете, потому что это слова подростка, слова мальчишки, слова человека, который не просто кичит со своим вот этим вот призванием. Вот здесь, видите, у нас на авантитуле фотография, ледовое поле, снежное поле на фоне горы, и его пересекает цепочка идущих, значит, путешественников, альпинистов. Это очень романтично, это очень здорово, но когда за этим стоит вот такое, у вас дряблое тело и пломбы в зубах, и одну пломбу давно пора заменить. Если вы женщина, ваши глаза измазаны черной краской, а если вы мужчины, ваши глаза не видели ничего лучшего, чем эти выпачканные краской женские лица. У вас нездоровый серый язык, и лучшее, что этот язык пробовал, это плохой коньяк, и так далее. Значит, ну что вам сказать, это действительно эпатаж. Поставить вот этот короткий отрывок, этот вызов по щучьи на общественному вкусу, если говорить точно, который Женька Арбалет кидает читателям, поставить его во главу романа, сложного, многогранного, где много всего, это большая дерзость со стороны автора, и дерзость очень удачная. Ты не можешь не полемизировать с этим, потому что человек, который как бы описывает как нечто отрицательное пломбы в твоих зубах, он просто принимает естественное за искусственное. Он просто принимает образ жизни, который мы ведем всей цивилизацией, всем человечеством, за то, с чем нужно воевать. Это, как вам сказать, это исключительно такая бунтарская подростковая позиция. За ней, однако, кроется очень много. Во-первых, любые вещи оправдываются в этой жизни только любовью. И Женька искренне, горячо, страстно, совершенно безоглядно любит свой образ жизни. Вот эта непривязанность к материальным ценностям, это антистяжательство, вот это пренебрежение всем, даже некоторыми, ну, в общем, я специально начал с печальных похоронных моментов, пренебрежение всеми, даже общепринятыми, казалось бы, базовыми ценностями, и при этом ощущение необычайной свободы, ощущение необычайной раскованности, она проявляется по-разному. Возвращаясь к диалогу с тем же самым Владятлом, который, в общем, не самый, наверное, плохой мужик в жизни, да, но все-таки он не сорвался с Женькой в горы, как тот ему предложил, совершенно честно и откровенно. Это крупный чиновник, который его просто подвез на свои дорогущие иномарки, ехал он в спецслужебный санаторий, где его ждала уже жена, открытая бутылочка коньяка на столике, да, прекрасный вид на море, все культурненько, никого посторонних, никаких там этих левых, никакой шелупени, значит, нищебродов, нищебродской, да, а только вот его, значит, круг. У него карьера, у него, значит, четко намеченные цели, хорошо реализованные планы, и все вокруг обложено вот нужными, значит, страховочными этими самыми подушками. Он живет очень-очень солидно. Есть своя правда в том, что он говорит. А говорит он, конечно, тоже очень вызывающие по воле автора вещи, да. А порядок, которому он следует, это порядок, собственно, и является для него счастьем, и ничего другого в этой жизни не знает. И Женька, конечно, выглядит смешно несколько в этом монологе, в диалоге, да, но, с другой стороны, ты чувствуешь, насколько ты ближе становишься к Женьке, когда тебе показывают всю неприглядность обратной стороны вот этой вот медали, медали нашей жизни. Это не призовая награда, мы ее получаем за просто так, а дальше уже распоряжаемся, как хотим. И вот любовь. Любовь та, которая связана со всем этим отрицанием нашего ежедневного бытового комфорта, да. Любовь, что называется, на свежем воздухе. Любовь у костра. Любовь в преодолении совместных трудностей. Любовь, когда два человека понимают друг друга практически без слов. Женька очень образован, очень культурен. В книге, кстати, много стихов. Много стихов его возлюбленной, много стихов его самого. Это прекрасные совершенно стилизации под рок-поэзию. Это прекрасные стилизации под такие бардовские какие-то вещи, да. Вот. А в целом это такой голый обнаженный романтизм, да. По поводу обнаженности. Естественно, в этот роман не может не затронуть эту тему, потому что наиболее серьезные, жесткие ограничения социум накладывает на нас. А эта книга философская. Эта книга, как вы уже, надеюсь, догадались, вовсе не о приключениях тела, не об этом вот карабкании по горам, да, если друг оказался вдруг, вот, и так далее. Это все правильно, да. Это все тоже имеет место быть. Это очень увлекательно читать, если вы поклонник такой прозы. Но эта книга концептуальная. Книга, рассказывающая нам о видении мира. Это видение мира решительно отличается от того, что мы наблюдаем каждый день, просыпаясь утром, в своей благополучной обустроенной квартире. Ну, может, кто-то и просыпается под звездным небом Южной Африки. Но мне не доводилось. И я-то как раз принадлежу к тем, кто максимально не похож на Женьку. Тем интереснее мне было оценить его картину мира, оценить его мировоззрение. А вовсе не те три страницы, вызывающего такого протеста, да, значит, такого провокационного текста, да, монолога, когда он, это знаменитое «Я обвиняю», да. Он выходит с мальчишеским и, естественно, глупым задором. А вот когда рассказывается о его любви, ты начинаешь ему сочувствовать. Когда показывается его глазами его образ жизни, ты понимаешь, что там все разумно и все правильно. Когда ты вместе с ним, причем, понимаете, ведь одно и то же место, одно и то же время, оно может быть подано так или иначе. Вот археологический заповедник, развалины, значит, города, степняков, там, крепости и так далее. Когда-то это было место, где собирались вольные то ли археологи, то ли путешественники, то ли автоступщики. Там горели костры, там ставили палатки, но не прямо на археологическом материале. Не подумайте, пожалуйста, варварства нет. Дело не в этом, просто было. Сейчас это охраняемая территория заповедника, огороженная колючкой и рабицей, да. Значит, куда нельзя ни зайти, ни остановиться, нигде даже близко, да. Может быть, оно и к лучшему, конечно, потому что там, где ведутся раскопки, там точно не должно быть посторонних людей. Я уже молчу про черных копателей. Этих просто всех надо сажать, потому что это преступление против науки, против истории, против культуры нашей страны. Но речь-то не в этом. Не об этом, понимаете, там свобода была, да. И когда, например, автор нам описывает в подробностях «Ночь Ивана Купавы», ну вы знаете, чем занимались люди в «Ночь на Ивана Купавы», да. Это как-то совершенно не пошло. Вот это встраивается в общую картину той свободы, наиболее жесткие социальные цепи, в которые нас заковывает социум, да, они накладываются именно на эту сферу. Потому что вся эта свободная любовь хороша только до тех пор, пока ты ничего никому не должен. Вот. А извините, это одно из самых важных моментов нашей жизни. Не просто верность, Бог с ней с верностью, дело не в ней, а бережное отношение к любви. Это самое высокое предназначение человека, самый высокий дар. И вот об этом, в сущности, тоже книга. О том, как все это переплетается, любовь, горы, путешествия, автостоп, опасности, реальные вполне. Потому что многие проходят в тех местах, где вообще, ну, куда не надо гражданскому туристу тусоваться. В приграничной зоне, где пограничники каждый час у тебя проверяют патруль, патруль и паспорт, пока ты идешь, значит, к отправной точке маршрута. На леднике, где-то высоко, в высокогорье, да, где действительно страшно и действительно можно погибнуть от ничего в любую минуту, да. В каких-то других экстремальных обстоятельствах, которых в этой книге хватает с избытком, да. Но опять же, это не приключение тела. Это гораздо серьезнее. Это шанс, ваш шанс, почувствовать мир немножко другим. После определенного возраста практически невозможно перевернуть то, что уже вцементировалось раз и навсегда. Попробуйте, почитайте трещину. Проделитесь сквозь вот эти вот возмутительные совершенно вещи, которые говорит и делает вот этот молодой, наглый, красивый, здоровый, умный, да, и очень-очень ответственный, между прочим, паренек, да. Вот он чуть не гибнет во время ночного дайвинга. Это одна из самых опасных, значит, затей, потому что ночные погружения в воду, ну, там много своих особенностей, да. И с тех пор всегда берет с собой, значит, запасной комплект, чем очень-очень поражает своих товарищей. Но вот то вот погружение, когда он своего партнера потерял, значит, они всегда в связке, всегда двойками ныряют, значит, следят друг за другом. Это же техника безопасности. Это же, понимаете, вот это, с одной стороны, ну, зачем ты туда лезешь? Ну, ты же понимаешь, что это смертельно опасно. Что это за развлечение такое адреналиновое? Вот. Но когда ты сравниваешь с его впечатлениями от этого, он, хочешь не хочешь, но для акклиматизации и адаптации, плюс временная рекогностировка и сбор группы, да, он должен был провести сутки в отеле All Inclusive, да. И вот он, значит, там проводит такое турне по барам этого отеля. И глазами инопланетяне, надо с таким остранением по-толстовски выражаясь, значит, показывая там вот этот мир, он инклюзивный. Ну, ребята, это гомерически смешно, и он нелепо там смотрится, потому что он ведет себя, мягко говоря, не очень. Вот. И весь этот мир искусственный, абсолютно луживый до последней своей кнопочки, да, он предстает перед нами во всей своей, так сказать, красоте. И, конечно, Женька Арбалет на этом фоне – это герой положительный. Это герой, которого очень жалко, и который своей жизнью служит в чем-то примером всем, кто прочтет роман «Трещина». Но не забываем, чем кончился роман, и не забываем, что точек зрения может быть очень много. Читайте, интересно будет поспорить, интересно будет поразмышлять. Роман к этому очень располагает. Там несколько точек зрения, там страницы, написанные о нем его подругой, которые немножко по-другому все это показывают. Вот, она-то осталась жива на всех случаях, объясняю. Значит, там есть авторская точка зрения, которая в втором предисловии, да, еще раз повторюсь, сложная композиция выражена. Есть стихи, которые воспринимаются совершенно на особицу, потому что это отдельный какой-то элемент, да, отдельная. Еще одна краска, значит, в этом портрете. И все это вместе крепко завязано на привычный нам фон голливудских фильмов, на привычный нам фон вот этого драйва, движухи, вот этих вот авантюрно-приключенческих книг, фильмов, игр, все, что мы с вами потребляем, да, как потребители продукта. Перестаньте на несколько часов быть потребителями, станьте участниками, станьте теми людьми, кто покоряет этот мир. Вот к чему, возможно, призывает вас этот роман, или к чему-то другому. Это очень интересная, полная вопросов философская книга. Спасибо за внимание.